Добрый день, дорогие зрители и радиослушатели. У микрофона Розалия Ксенофонтова. Значит, мы продолжаем говорить о библиотеках и знаниях. Рада вам представить нашего сегодняшнего гостя Ладу Кириллину, заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Якутска. Лада Ильинична, добрый день. Добрый день. Совсем недавно в работе библиотек введены новые нововведения. И продиктованы они, конечно же, в период пандемии новым ограничением. И посетители теперь смогут входить в библиотеки только по QR-кодам. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да, совершенно верно. Совсем недавно вступил в силу новый указ главы, которым как раз-таки и регламентируется данная деятельность. И в соответствии с данным указом с 20 октября этого года вход в культурные учреждения только через QR-код. То есть если говорить простыми словами, когда мы все с вами получали прививку от коронавируса, вакцину, то сведения о нас доносились в федеральный реестр, и нам каждому человеку присваивался свой уникальный QR-код. То есть вот этот QR-код можно найти двумя способами, потому что очень часто к нам поступают вопросы, что это такое, где я его могу найти и как его вам показать. Поэтому давайте я по порядку сейчас тоже отвечу. QR-код, он выглядит как, знаете, такой квадратик, составленный из множества маленьких квадратиков. Просто некоторые его путают со штрих-кодом, например. Вот. И вот этот QR-код можно найти либо в личном приложении, которые называются «Госуслуги Стоп Коронавирус», либо также через личный кабинет на портале «Госуслуг». То есть вариантов здесь два. И знаете, вот исходя из моей личной практики, гораздо удобнее просто скачать приложение «Стоп Коронавирус», потому что там QR-код можно найти просто буквально на главной странице. Там есть отдельная строчка «Сертификат вакцинированного». Нажимаешь, и тебе сразу выпадает информация с твоим QR-кодом, с твоим номером в записи в этом регистре и со сведениями о вакцине, когда ты её получил. А если же пробовать искать вот этот QR-код в личном кабинете на портале «Госуслуг», вот там уже могут возникнуть трудности, потому что сделать это гораздо сложнее. И вот, получается, в соответствии с данным указом, мы теперь обязаны проверять у каждого нашего посетителя QR-код, ну, у тех читателей, которые хотят поработать в наших залах. Так как читальные залы у нас в библиотеках открыты, и можно предварительно записаться, либо позвонить по номеру телефона. Соответственно, подойти в назначенное время, показать данный QR-код и документ, который удостоверяет личность. То есть обычно мы просим паспорт, но на самом деле документ, удостоверяющий личность, это довольно такое широкое понятие. То есть это могут быть водительские права, это может быть студенческий билет. То есть любой документ, где имеется ваша фотография и где указаны ваши данные. Затем есть также вопросы, то есть имеются такие категории граждан, которые, например, на портале Госуслуг не зарегистрированы. Да, есть такие. Вот, и к нам тоже подходили такие читатели, и в этом случае мы у них просим обычный сертификат о медицинских привывках. Как раз-таки там также делают отметки о получении первой дозы вакцины и второй. Поэтому если у вас нет записи на Госуслугах, то ничего страшного, на самом деле вы можете предоставить нам паспорт и такой сертификат бумажный, и мы также пропустим вас. И третий вариант. Есть ещё люди, которые вакцину не получали в принципе в целом. Но опять же, мы не хотим ограничивать наших читателей, и к таким людям мы обычно идём навстречу и просим их предоставить документ, который подтверждает их право на неполучение вакцины. То есть это может быть метод вот, как пример. И вот, например, тем же беременным вакцину делать также нельзя. Но мы же не можем отказать человеку только потому, что он беременный и не может получить вакцину, поэтому просим предоставить другой документ. Вот. И в целом по QR-кодам, пожалуй, на этом всё. Это самое популярное. QR-код как-то сканируется, или его нужно просто показать? А, вот. Да, хороший вопрос. Опять же, возвращаясь к этому приложению, Госуслуги Стоп Коронавирус, мы рекомендуем вот это приложение скачать нашим сотрудникам, либо же у некоторых камер в смартфонах имеется встроенная функция сканера. То есть можно воспользоваться и так, и так. И когда мы наводим сканер на QR-код, нам уже выходит информация. То есть там появляется зелёный квадратик, в том, что сертификат действителен, но при этом персональные данные человека, они скрыты, засекречены. Вот. И когда мы увидим зелёный квадратик, то, естественно, человек пропускаем. А сейчас люди могут зайти только в читальные залы или могут посещать какие-то мероприятия? Какой доступ в библиотеке? Ну, к сожалению, сейчас у нас массовые мероприятия, они все запрещены, и мы их проводим только в виртуальном формате, через Zoom. А так мероприятий у нас проводится довольно большое количество. То есть у нас на сайте имеется даже отдельный раздел. А когда вы заходите на главную страницу, там имеется вкладка «Афиша». И как раз так вот в этой афише у нас освещаются все ближайшие мероприятия на неделю вперёд. Вот. И опять же по мероприятиям мы, конечно, очень-очень ждём, когда у нас закончится пандемия, чтобы наконец-то распахнуть все двери наших всех филиалов и встретить читателей. Сейчас ещё, к сожалению, действуют ограничения на мероприятия для учеников с 1 по 11 класс. И этот запрет у нас продлили ещё до конца этой недели. Поэтому для них также пока только исключительно виртуальные мероприятия, к сожалению. А человек, который записался предварительно для посещения библиотеки, он может посидеть в читальном зале, поработать и почитать книги? Да, с этим никаких проблем нет. Также можно оставить запрос к библиотекарю, чтобы он сформировал книги, которые ей понравятся. Вообще у нас имеется целый ряд электронных услуг для наших читателей. Их можно также найти на нашем сайте. Я всем настоятельно рекомендую на самом деле посетить сайт, потому что там можно найти очень много интересной информации. В том числе и персональный библиотекарь. Вы, наверное, об этом, да? Да, да, да. Давайте чуть-чуть осветим о том, что такое персональный библиотекарь. По данному проекту вы можете оставить заявку библиотекарю, чтобы он сформировал вам подборку книг конкретно по вашим интересам, что вам интересно. То есть и подойти уже к нам, библиотекарь предоставит вам, скажем, перечень книг, которые интересны, и человек может выбрать то, что ему понравилось. Что касается самих сотрудников, они все, получается, вакцинированы? Да, большая часть коллектива у нас, конечно, вакцинирована. И, опять же, здесь имеется небольшой процент тех сотрудников, которые имеют медотводы. Например, у нас имеются сотрудницы, которые беременны, да, естественно. Имеются сотрудники, которые уже перенесли заболевание. И у них имеется как раз-таки сертификат о ранее перенесенном заболевании. А он действует еще на ближайшие 6 месяцев. То есть только по истечении этого срока они могут получить вакцину. И, конечно, есть небольшой процент, у которых имеется медотвод именно по показаниям здоровья. Как вы уже сказали, очень много мероприятий проводятся библиотеками. Наверное, каждый день по 3-4 мероприятия, как минимум, да? На каких мероприятиях мы можем остановиться? Что вот в ближайшие дни пройдет по якутской ЦБС? По нашим мероприятиям что я могу отметить? Знаете, сейчас одна из самых актуальных тем, по крайней мере, для молодежи, для школьников — это Хэллоуин. Да. И наши библиотеки подготовили большое количество виртуальных выставок. Я сама лично их уже просматривала. Они мне очень понравились. И в чем, скажем так, фишка наших виртуальных выставок? То есть там не просто подборка книг по каким-то вот интересным романам, рассказам. Кроме данной подборки книг, там еще используются и разные звуковые эффекты. То есть подобрали. Используются еще страшные ролики про Хэллоуин. Поэтому я очень рекомендую посмотреть эти выставки. Лично я сама от них в восторге. То есть это прямо такой стори-теллинг получается библиотечный? Да, примерно так. Хотелось бы еще остановиться на проектах. Мы знаем, что очень много проектов совершенно разного характера в Якутской ЦБС реализовывается. И в тему, наверное, сегодня будет затронуть один из них — это хроники ковид, которые начались еще в начале пандемии. Библиотекари начали формировать этот проект, и он ведется до сих пор. Расскажите подробнее о нем. Да, по данному проекту, он, кстати, мне очень нравится, у нас имеется даже отдельная страница, как раз-таки хроники ковид, где представлена вся информация. То есть вот этот проект, я считаю, уникальным, потому что материалы там действительно собраны такие, какие вы больше нигде не встретите. Это настоящее хранилище информации. То есть там информацию мы обновляем на ежедневной основе, простите, чуть не оговорилась. То есть каждый день прибавляются новости, в том числе ведется учет заболевших, но это не самые лучшие новости, конечно. Ведется статистика по всем новостям, новости дублируются, и у нас имеется очень хороший архив. То есть там просто с первого дня пандемии вся информация представлена. Все указы, все новые акции, всё-всё-всё. Ещё очень такой хороший проект — это «Мой Якутск», «Городи Якутске». Тоже о нём подробнее, пожалуйста. По «Городу Якутску» у нас не так давно был запущен ещё интересная такая рубрика — это «Мемориальные доски». То есть там же можно найти информацию конкретно по тем «Мемориальным доскам», которые у нас имеются в городе Якутске. То есть когда вы заходите на страницу этого проекта, то увидите интерактивную карту. И можно просто походить по этой карте, где все «Мемориальные доски» у нас отмечены специальными значками геолокации. То есть когда вы нажимаете на неё, там, допустим, выходит информация о том, какая здесь представлена доска, представлена фотография и краткая справка. Плюс ниже по странице можно найти ещё и небольшие, как раз-таки вот краткий очерк по этой доске. То есть можно воспользоваться поиском и по ключевым словам найти, например, эти «Мемориальные доски». В общем, проект очень интересный. На самом деле, когда мы его запускали, то даже не представляли, наверное, какое количество «Мемориальных досок» у нас в Якутске имеется. Оказалось, их очень много. Причём некоторые расположены в очень труднодоступных местах. Малозаметных даже. Да, да. И если бы не этот проект, то, не знаю, мы бы их, наверное, не нашли никогда. А так работа ведётся. И мы рассчитываем нанести все «Мемориальные доски» максимально, чтобы сохранить этот проект в памяти. Такой похожий, можно сказать, проект — это «Изи Тревел». маршруты по городу Якутску экскурсионные. И человек в любой точке городского округа, город Якутск, может зайти на сайт «Изи Тревел», найти маршрут, пройти по нему. Тоже все филиалы были подключены к этой работе. Да, по «Изи Тревел» вот этот проект мне тоже очень нравится. То есть у нас там имеется большое количество экскурсий. И я сама также, например, тоже в этом проекте участвовала и записывала экскурсию. И как раз-таки экскурсия была по такому актуальному сейчас, по такой актуальной гик-теме. Влада Ильинична, спасибо, что сегодня посетили нашу студию. И до скорой встречи. Мы продолжаем наш эфир. И у нас следующий гость — Альберт Шадрин, главный библиотекарь смарт-библиотеки города Якутска. Альберт, добрый день. Добрый день. Мы много говорим о проектах смарт-библиотеки в данной передаче. И сегодня хотелось бы остановиться на марафоне финансовой грамотности для школьников «Финансы и я». Вот буквально в прошедшие выходные прошел третий этап этого марафона. Расскажите подробнее. Да, наша библиотека поддерживает, очень активно поддерживает развитие компетенций, в том числе финансовой грамотности. У нас даже есть проект «Школа финансовой грамотности», который отражен на нашем сайте. Сайт cbs.ykt.ru Да. Так, а вот марафон по финансовой грамотности стал первым подобным опытом для нас. Он был очень масштабным. Проведен совместно с региональным центром компетенций по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. И состоял из трех туров. Первый тур у нас было тестирование. Так, кстати, марафон проведился среди учащихся восьмих, с восьмого по одиннадцатый класс. Именно для школьников города Якутска. Да, города Якутска. В первом туре ребята прошли тестирование. Там были задания по финансам. Как закрыть кредит. Что делать, если банковскую карту заживал банкомат. Даже я сам не знаю, что там делать нужно. Но, несмотря на возраст, ребята очень даже хорошо ответили на все вопросы и достойно прошли. То есть можно сказать, что подрастающее поколение очень финансово грамотное и подготовлено именно к таким практическим жизненным ситуациям, с которыми можно столкнуться гражданин, да? Да, оказалось, очень даже подковано в вопросах финансов. Скажем так. И второй тур творческий. Ребята встретили в зуме с руководителем центра компетенций, с Ритой Якушевой, которая рассказала, что такое семейный бюджет, что такое кредит, инвестирование и так далее. И потом дала творческое задание. Он назывался «Мой личный финансовый опыт». Ребята тоже очень даже хорошо справились с этим заданием. То есть личный финансовый план, он как раз-таки состоит из семейного бюджета, вопросов кредитования, страхования. Как побыстрее закрыть кредит. Да, как побыстрее закрыть кредит, как рассчитать кредит, чтобы он не превышал наши доходы, да? И тоже такое очень практичное задание. Да, вот. Вообще все задания по финансам были в основном практические, да? Которые не просто так ответишь и забудешь, а всю жизнь будешь уже как бы пользоваться этими советами и так далее. И третий этап – это был экспресс-тест. Он прошел совсем недавно. И вот на этой неделе будут подведены итоги и объявлены победители. А много у учащихся приняло участие? Так, по моим данным, это было более 80. Очень заинтересовало, оказывается, мероприятие наших школьников. Думаю, что и в последующем есть много планов по этой части. Да, очень бы хотелось в оффлайн-формате провести подобные мероприятия. Но пока, к сожалению, ограничительные меры. Есть также и акции, которые прошли совсем недавно, да? И одна из акций – это «Доброе дело». Да, вот наша библиотека, как и вообще ЦБС наша, очень любит присоединяться к добрым акциям и вообще ко всем акциям. И наша библиотека подключилась к акции, которую инициировала центральная городская библиотека имени Белинского совместно с приютом «Четыре лапки». В акции нужно было собрать сухой корм и наполнители для питомцев, для лотков. Наши сотрудники быстренько так всё это собрали и отвезли куда надо. То есть это была помощь для братьев наших меньше. Да. Это в акции приняли участие граждане или это сами сотрудники собирали? Ну, так как акция была, скажем так, коротковременная, поэтому наши сотрудники… Вжатые сроки нужны были. За два дня, по-моему, мы там все собрали и отвезли. Ну, я знаю, что смарт-библиотека очень так тепло относится к животным. И на странице в Инстаграм частенько бывают как собаки, так и кошки самих сотрудников, да, которые тоже посещают библиотеки, являются чуть ли не сотрудниками самой библиотеки. У нас даже целый экологический проект есть, вот, куда мы приглашаем, скажем так, животных в гости. Расскажите подробнее, что за проект? Так, экологический проект «Защитим нашу планету» называется. И в рамках этого проекта мы освещаем вот, ну, как это там, флору и фауну нашей Якутии, вообще по всему миру. И мы приглашаем сотрудников, вот, также вот, пункты приема. Пункты передержки. Да, пункты передержки там и так далее. И у нас был... Экологи, да? Да, и у нас был гость, ой, забыл, как зовут, который вот рассказывал, да, как содержать черепаху, ящерицу. Да, да, да. И все это вот наглядно, скажем так. Было очень интересно. Да, гости приходят со своими питомцами, получается, рассказывают. То есть ветеринары были, насколько я помню, да, уже рассказывали об уходе. Ну, например, нигде особо так не увидишь, как нужно ухаживать за ящерицей. Да, змея еще, по-моему, была, плюс еще экзотические насекомые в виде мадагаскарских тараканов. Да, да, да. А все эти эфиры можно посмотреть на YouTube-канале. Да, в нашем YouTube-канале есть записи, так что, пожалуйста. YouTube-канал Smart Bibliotheca 203. Да. И сейчас хотелось бы перейти к такому большому проекту нашего города, который сейчас продолжается, и якутская ЦБС принимает в реализации активное участие. Расскажите о роли Smart Bibliotheca этого проекта, я говорю о парке Победы. Вот, недавно было открытие парка Победы, там установили памятник, и вот совсем скоро должны тоже продолжиться открытия, скажем так. По замыслу проекта в парке будут установлены беседки для отдыхающих. И вот стены этих беседок, на стенах этих беседок будут вырезаны краткая информация о событиях Великой Отечественной войны. Допустим, в 1941 году что было на фронте. Такая хронология, да? Да. И что было в тылу. И также будут вырезаны письма солдатам с фронта и солдатам с тыла. Очень интересный проект. Также беседки будут оснащены QR-кодами, через которые можно будет попасть в портал одноименный. Письма с фронта называется. Там можно будет уже прочитать перепечатанные письма, узнать побольше информации о солдатах, о событиях и так далее. То есть вы работали непосредственно с фронтовыми письмами? Да, вот наша библиотека является ответственной по наполнению вот этих беседок и порталов. Нам очень помогли национальный архив, музей «Моя история», музей Ярославского. И вот огромная-огромная помощь Олег Минского музея земледелия, сотрудник которой нам прямо привез письма, чтобы мы его отсканировали. Ну и увековечили, ведь бумажные письма, они со временем теряются, невозможно уже прочитать, что было написано, да, а тут в электронном формате они будут вечно. Да, вот мы перепечатываем каждое письмо, и работа весьма кропотливая, потому что всё там размазано и так далее. Письма всё-таки побывали на войне, да, и они не очень в хорошем состоянии иногда бывают. Ну и, наверное, очень волнительно работать с такими историческими документами, поскольку это были действительно письма людей, которые писали своим родным, которых не видели долгое время, надеялись на то, что в скором времени увидятся и ковали победу. Да, вот это вот по-настоящему называется «Прикоснуться к истории». Письма очень трогательные, сразу видно, что написаны с любовью, что... И вообще там смотришь, и никакого такого нету, что солдаты на что-то жалуются там и так далее. Они всё пишут, что обязательно вернутся на родину, как любят своих родных там и так далее. Вот. Надеюсь, нашим горожанам проект понравится, и совсем скоро все прочитают эти письма и действительно прикоснутся к истории и ощутят на себе, что такое действительно проделана такая большая работа по вековечению этих исторических документов. Пользуясь моментом, можно сказать, что если у нашего населения есть подобные письма, письма с фронта или письма с тыла, которые сохранились, то мы будем рады включить их в наш проект. Куда могут обратиться, как могут сдать письма, в каком формате? Ну, для начала можно написать нам письмо на почту нашей библиотеки, смартсобачка.цбс, ЕКТРУ, и мы свяжемся. Либо, может быть, кто не успел записать, позвонить могут? Так, 31-85-80, добавочный номер 6. Хорошо. Ещё раз, пожалуйста, номер. 31-85-80, добавочный 6. Пожалуйста, звоните, дорогие слушатели и телезрители. Если у вас есть фронтовые сохранённые письма, вы можете их предоставить в смарт-библиотеку для того, чтобы они были включены в Парк Победы и также вошли в одноимённый сайт. Продолжаем наш эфир. И, Альберт, сейчас смарт-библиотека принимает работы по конкурсу «Смарт-маскот». Пожалуйста, что это за конкурс и кто может принять участие? Конкурс, он, кстати, для всех возрастов без ограничений. Да. В этом году, в октябре, нам исполнилось два года. И вот мы подумали, хорошо бы обзавестись символом, который бы олицетворил смарт. И мы предложили провести конкурс, пофантазировать на тему того, как бы выглядел «Маскот-символ» нашей библиотеки. Работ очень много. Сейчас, кстати, да, вот можно сейчас посмотреть некоторые работы. Мы продолжаем принимать заявки. И вот никаких строгих рамок не было. Кто как представляет нашу библиотеку, вот так вот и рисует. И отправляет нам на почту. Прикрепляет описание, да? Да. Так, и, кстати, материалы мы принимаем до 28 октября. Так что, если... Есть идеи? Да, пожалуйста, присылайте нам на почту. На данный момент у нас более 50 работ. Работ отправляют не только горожане, не только жители республики Саха-Якутия, но и из городов нашей России, а также ещё из Татарстана, Казахстана, Башкорстана. Уживительно. Вот так вот простирается, скажем так. Отлично. Мы через пару минут продолжим наш разговор. Так что, слушатели, радиослушатели, телезрители, отправляйте и участвуйте активно в конкурсе «Смарт-маскот». Рисуйте и предлагайте свой символ «Смарт-библиотеки-203» города Якутска. Отправляйте на электронную почту, либо тоже можете информацию узнать на нашем сайте cbs.kt.ru. Мы продолжаем наш эфир, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Альберт Шадрин, главный библиотекарь «Смарт-библиотеки-203». Альберт, библиотека ведёт очень большую работу по привлечению новых читателей, по привлечению юных читателей. Конечно же, тема чтения, любви к книгам начинается ещё в семье, когда ребёнок совсем маленький, когда родители начинают впервые знакомить малыша с книгами, читают ему различные сказки, вместе сочиняют рассказы. А уже в дошкольном учреждении, в детских садах они знакомятся непосредственно с библиотеками, посещают библиотеки. В данное время у нас это Zoom, какие-то мероприятия, бывают выездные мероприятия в самих библиотеках, и проводятся так называемые библиотечные уроки. — Да. Ну вот когда ограничительных мер не было, мы проводили экскурсии, целые прямо мероприятия, библиотечные уроки в помещениях нашей библиотеки. — Ну сейчас это всё перенеслось просто в онлайн-формат. — И пока ограничительные меры были не такие строгие, мы даже могли выезжать в дошкольные учреждения или в школьные учреждения. Но сейчас, к сожалению, это тоже закрыто. А так по соглашению о сотрудничестве мы работаем с детскими садами и школами. Мы проводим библиотечные уроки по так называемому нашему календарю знаменательных дат. То есть по юбилейным датам, по юбилеям писателей. — То есть знакомите как с местными нашими писателями, поэтами, так и с российскими. — Российскими, зарубежными. Среди школьников очень популярны обзоры книжные. Вот новинки, фантастика детектив. Всё им нравится. Среди дошкольников, конечно же, это подвижные игры и что-то такое. — Познавательно-развлекательный формат. — Познавательно-развлекательный формат. И, как мы уже сказали, всё это перенесено сейчас в онлайн-режим. Всё через Zoom делаем. Но это не останавливает детские сады и школы. — Да, конечно. Я думаю, что деткам самим тоже очень нравится. И онлайн-формат им очень близок. И они с лёгкостью принимают информацию, которая идёт в онлайн-формате. — Да. И, конечно же, мы дошкольников, детей всех, записываем нашу библиотеку и предоставляем доступ к ЛитРЭС, также к Национальной электронной библиотеке. И вот дети уже могут читать не только бумажные книги, но и электронные книги. — То есть давайте напомним, что если вы являетесь читателем любой библиотеки, у вас есть бесплатный доступ к ЛитРЭС, и вы можете одолжить книгу в электронном формате ровно на две недели, так же, как и бумажный вариант. Запрашиваете у библиотекаря, библиотека вам даёт добро. И на две недели ваша книга в ЛитРЭС доступна. — Да. И, скажем так, не только бумажные книги в электронном формате, но и ещё аудиокниги. — Да, и аудиоформат тоже. — Это очень важно. — В предыдущем блоке мы чуть-чуть упомянули об экологической работе, экологические уроки. — Да. В данное время по всему миру тема экологии очень стала важной. Ну, конечно, она всегда была важной, но в последнее время... — Уделяется особое внимание теме экологии. — Да, уделяется особое внимание. И вот наша библиотека тоже уделяет особое внимание экологии. И у нас есть свой экологический проект, как я уже говорил, «Защитим нашу планету», в рамках которой... Кстати, этот проект работает совместно с Дирекцией биологических ресурсов. И вот ежемесячно проводятся экологические уроки школьникам, где мы знакомим не только с флорой и фауной, с растительным миром и так далее, но также мы рассказываем о таких явлениях, как таяние ледников, что такое экологический долг, какой вред наносит бытовой мусор земле и так далее. В рамках проекта проводятся конкурсы, акции. Очень даже популярный проект, скажем. Кстати, в конкурсах и акциях может участвовать не только школьник, но и любой житель нашей республики. — Прошлым летом, получается, школьники встречались в рамках данного проекта с различными специалистами, герпетологами, которые как раз-таки показывали о том, как ухаживать за различными рептилиями. Школьникам рассказывали об уходе за домашними животными, об ответственном отношении к животным. И хочется сказать, что очень здорово, что именно библиотекарь уделяет особое внимание именно такому просвещению, ведь данный момент, к сожалению, тоже Якутск является городом, где очень много бездомных животных. И очень классно, что уделяется такое большое внимание подрастающему поколению по теме ответственного отношения. И у нас смарт-библиотека вообще проводит очень много разных мероприятий. Интенсивность мероприятий просто вот, ну, зашкаливает, можно сказать, да, охват возрастной. И в ближайшие дни самый такой ожидаемый, наверное, конкурс для подростков, для молодёжи — это День всех святых, Хэллоуин. Что вы готовите? — Вот мы готовим на Хэллоуин, конечно же, обязательно обзоры ужастиков. С этого мы и начнём 30 октября. Конкурсы будут, викторины, мастер-классы, как изготовить вот атрибуты и так далее. — Для того, чтобы украсить свой дом, какую-то вечеринку, да? — Да. И вот празднование Хэллоуина продлится два дня. И мы готовим очень даже интересную программу, с которой можно будет ознакомиться в нашем Инстаграме. — Прям такой марафон двухдневный будет, празднование. — Да. В этом году, кстати, называется мероприятие «Пункт назначения библиотека». Так что очень надеемся, что, скажем так, как это называется, все прочувствуют Хэллоуин в этом году. — В прошлом году, по-моему, проводили квизы по Стивену Кингу. — Да, в прошлом году он был, по-моему, частично… — Да, оффлайн-онлайн формат. — Да, оффлайн-онлайн формат. — И даже этот квиз, по-моему, прошел в таком формате гибридном, когда были как онлайн-участники, так и оффлайн-участники. — Да. Самый первый Хэллоуин у нас был вообще оффлайн. И туда приехали, к нашему удивлению, прямо из Магана, из ДСК и так далее. Это было вообще суперское мероприятие. — Очень масштабное. — Да. Прямо мы до девяти вечера там праздновали мероприятие. Ну вот в этот раз, к сожалению, все будет онлайн. Но мы очень постараемся, чтобы все прочувствовали дух Хэллоуина и вот остались довольны. — Ну, как показывает практика, смарт-библиотека ведь проводит еще очень много разных фестивалей на различные темы. И именно когда есть такая целевая аудитория, для которой направлено на мероприятие, как раз-таки объединяет большое количество людей. И не только в границах территориального городского округа, город Якутский. И наоборот, как бы масштабы, география увеличивается. — Да, как показывает практика, да. К нам подключается со всего мира. — И хотелось бы напоследок обсудить литературные предпочтения наших читателей. Вы отмечали, что дети очень любят книжные обзоры. И что вообще сейчас читает Якутск? — Так, начнем с детей, да. Ну, конечно, помимо школьной программы, школьная программа на первом месте, помимо школьной программы... — То есть это классика? — Да, это классика. Пушкин, Лермонтовы и все. Помимо школьной программы, детей интересует фантастикам. Вот фэнтези, чего у нас вообще очень много. Детективами начали увлекаться дети. А также интересуются вот энциклопедиями. Вот энциклопедии сейчас у нас на расхват. Что да как, откуда. — Это, наверное, детки младшего школьного звезда, да, начальные классы? — Не только. — Не только. — Например, энциклопедия по робототехнике. Вот интересно всем. Даже мне было интересно. — Даже взрослые могут интересоваться. — И так. Крис Коффер вот сейчас очень тоже популярен. Ну, тоже пишет в таком фэнтезийном стиле. Кого еще? Конечно, Гарри Поттер. — Ну, это, по-моему, вне времени. — Да, это уже можно причислять к классике. И вот про девочку-детектива. Кстати, возвращается Нэнси Дрю. Видимо, благодаря сериалам. — Да. — И вот так. — А уже взрослое население? — Среди взрослого населения, как ни странно, возможно, очень даже, надо к месту, лидирует мотивационная литература. Как работать удаленно? Было такое. Вот восемь навыков. Кови. Очень хорошо идет. Дейла Карнеги. Люди вспомнили. И вот в таком духе. Мотивационная и психологическая литература, скажем так. А среди художественной литературы. Абгарян в первую очередь идет, конечно же. Благодаря сериалам «Ведьмак», благодаря сериалам «Игра престолов». — Ну, наверное, существует прямая связь. Если есть экранизация, и она успешна, то сразу бегут за книгами. — И, конечно же, «Дюну смели» после показа фильма. И вот как-то так. — Ну что ж, Альберт, огромное спасибо, что уделили время для нашего эфира. Я надеюсь, что нашим слушателям и телезрителям также было интересно. Хочется призвать вас по записи. Посещайте библиотеки, одалживайте книги, особенно в период длинных выходных, которые в скором времени у нас будут. И читайте книги, слушайте книги онлайн, в Литрес, с помощью Литрес. Читайте книги, занимайтесь самообразованием, осваивайте новые навыки с помощью проектов, которые существуют в якутской ЦБС. И будьте всегда на позитиве. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Якутск. Сегодня» и Розалия Ксенофонтова. Розалия Ксенофонтова.